Привет, ребята! Сегодня у нас будет озерная рыбалка. Место, конечно, обалденное, живописное. На озере Туман. Такие места классные. Русло вот здесь около берега проходит, ну, недалеко. Будем сегодня ловить на озере. Правда, трудно было сюда доехать. Такая дорога. Ужас просто. Два километра по ухабам. Ну, вовсе не доехали и хорошо. Так, сегодня будем ловить на прикормочку вабик орех. Вабик черный лещ. В наживках будет опарыш мотыль. Из нарезки не будет ничего. Это будет пробная рыбалка. Здесь первый раз заехали сюда. Поэтому как бы так. Для пробной рыбалки не будем тратить ни тут же кукурузу, ни опарика. Вот. В наживках опарыш мотыль. Поводочки 60 см. У меня фидер 3.9, у сына 3.6. Шок-лидеры. Две длинные удилища. В принципе, все рассказал. Кормушки будем использовать закормочные. Вот такие. И в рыбалке буду использовать стелс от Максфида. 45 грамм. Возможно, перейду на 35. Посмотрим, какое дно. Вот. Течение здесь вроде бы маленькое есть, но совсем маленькое. Как бы озеро из реки питается. Будем смотреть. Все. Сейчас будем мерить места. Промерять маркером. Закармливаться. Промерились. Примерно ловим на одной дистанции. Такую оптимальную дистанцию выбрали для заброса. На выходе из русла ловим. Клюет с первого заброса. Ну, в принципе, это лещевое место. Как бы тут, наверное, и без вариантов даже было. Подлещий клюет пока такой. 100-150 грамм. Уже я три штуки словил. Денис, сын, словил. Сколько? Ну, три. Тоже три. Или две. Ну, не важно. Клюет, в принципе, клюет. С первого заброса поклевки подлещика пошли. Никакого нет. Ни окуня, ни ерша. Пока что. На таком обрыве сидим. Там места более такие удобные, занятые. Приходится таких нахрапом доставать. Но глубина там достаточно большая. У меня кормушка, грузик, вернее, маркер падал на счет 50. И когда их с глубины подымаешь, они немножко в шоке. Поэтому не дергаются. Можно как бы с нахрапом его на обрыв поднять. Вот. Хорошо. Пока ветра нет, вообще замечательно. Пейзажи, конечно, такие классные. Там напротив, вон, видно, бобры, березы повалили. Красивые места. Клюет практически тоже в лед. Ну, то есть, ждать практически не надо. Забросил там буквально 15, 20, 30 секунд и все, и поклевка пошла. Так видно, что по рослу рыбка прыгает, гуляет. Причем именно по рослу. На выходе нет. Вот именно на глубинах сверху рыба стоит. Так, сзади кусты. Отлично. И вот поклевочка сразу. Как я и сказал, там 15-30 секунд и он уже начинает тык-тык-тык-тык пробовать. Здесь летают аисты, чайки, цапли, цапли, утки. Там на дереве и аист или цапля сидит вон далеко на елке с того берега. Может кормушка не вымылась? Ну, это когда-то рыбак спутевает. Хорошо. Что-то есть. У меня что-то пора стыкнуло и может сидит там. Велка срань какая-нибудь. Опять. Такая же хрень. И у меня такой же примерно по размеру. Соточка. Может чуть больше. Такое же. Что-то вы сопоцепляться стали, ребята. Оп. Па. Хорошо. Ребят, садок длинный, так можно хоть закинуть с обрыва. С коротеньким садком, конечно, такого не сделаешь. Ребята, поклевки в основном сейчас вообще пошли в лед. Очень рыбалка напоминает, когда мы ловили. Видео уже, наверное, вышло. Если вышло, будет прикреплена ссылочка сверху. Как мы ловили в Раубичах на Дубровском водохранилище. Сразу в лед поклевка идет. Только кормушка на дно падает, ложится. Поводочек еще где-то там медленно падает на дно и сразу тук-тук-тук пошла. Такие 100-150 грамм подлещики, ну, соточки. Денис только высек одного такой, ну, грамм 200 точно будет. Еще, наверное, нет. Поклевка была мощная. Снова поклевки сейчас пошли в лед. Очень похожая рыбалка. Подлещик стеной стал мелкий. Может, и не мелкий, там где-то плавает. Будем пробовать его словить. Тут сын ведет подсчет. Я словил где-то 16 подлещиков. А ты сколько? Ты 11. Ну, грубо говоря, если по 100 грамм их считать, это я словил 1,6 кг, а сын 1,1 кг. Вот, считайте, уже 2,7 кг. 2,7 кг мелочевкой. Мелочку верно. Ловим, ребята, уже словил где-то 27, наверное, их. Если честно, нам уже надоело ловить его. Клюет просто в лед. Сейчас буду пробовать опарика поддевать. Может, как-то мелочевку будет хоть минимально как-то отсекать. Хотя вот сын с париком ловит. Говорит, нифига. Все равно вот мелкий клюет. Никак. Уже надоело его ловить. Просто вес набиваешь. Это больше похоже на промость. На рыбалку. Долбишь, 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 долбишь. Особо от таких мелких удовольствия не получаешь. Адреналина ноль. Ладно, когда лещик там хотя бы на грамм 400, там 300 даже клюет. Уже что-то приятное. Ты тащишь эту тяжесть, ощущаешь в руке. А этих соточку ее тащишь. Ну и чувствуется, что там дрыг... О, поклевка опять в лед. Чувствуешь, что-то дрыгается. А толку? А, так я ж не сказал, где мы ловим-то. Это Дубровское водохранилище. В принципе, кто уже здесь ловил, он места уже, наверное, узнал эти. Прямо за нами здесь его не видно. Дуб. В воде дуб стоит. Мы вот буквально от него... В 100 метрах, наверное, вот там вот виднеется. Старый дуб стоит. В 100 метрах от него ловим. С этой стороны русло. Близко с этого берега. Мы проезжали. Вчера тут с рыбалки ехали. С той стороны заезжали. В принципе, дорога там куда лучше. Но русло там далеко. Там где-то с берега бросать. Дистанции примерно под 40-50 метров. Будет 3,5-4 метра глубины. А тут вот далеко бросать не надо. Уже тут 5-6-7. Тут, по-моему, ямка на 7 метров. Как-то так. Так вот интересно тут же вещь есть. Почему он не становится на прикормку. Потому что кормимся часто, мощно. Ну то есть нам за корм диктует как бы темп рыба сама. Потому что заброс поклевка, заброс поклевка. Там уже прикормки на точке достаточно много. То есть ну аромата расходится. Почему не приходит более крупный подлещик. Да бог с ним с лещом. Хотя бы где ну 200-300 грамм подлещик. Нету. Такое ощущение вот. Как будто ловишь где-то не где-то на русле где-то. В каком-то интересном месте. А как будто где-то с дамбы на меляках. Вот буквально под плиты, когда вот кидаешь. Там мелочевка эта крутится. Вот один в один такая же рыбалка. Крупного нету. пожалуйста еще один подлещик и ну возможно конечно он тут ночью клюет скорее всего должен как место хорошее нам надо сейчас для таких тонких поводков ребята конечно стоило подсаком пользоваться но сами представьте как они клюют и подсаком здесь у нас подсак как бы 340 в длину это вообще не вариант постоянно за таким подлещиком подсаком таскаться поэтому порвал если порвет тогда проще поменять поводок чем подсаком тут махать нам один один раз только вот понадобился реально подсак когда вот у сына подлещик грамм по 200 там уже да когда спускать его не хотелось вас воспользовались а так вот лежит без дела и причем вот пробовал опарыша одного один опарыш там два мотылика бутерброд делаешь такой же подлещик льет там дальше увеличиваешь два опарика 3 мотылика тоже такой подлещик лет потом вешаешь два опарика полный круг мотылика то есть ну кружка ваши не видно сплошная наживка и клюет один размер то есть крупного на точке нету мелочь стоит и все что ты говоришь кто скорость набрал у тебя вообще тяговая катушка не передатка 47 ни фига себе что это думал ни хрена себе загиб последний заброс и лещ ребята у дениса последний заброс последняя рыба я сейчас еще один забросик сделаю и будем собираться было надоело и ловить рыбы много окунь какую какую не тоже клюют периодически вместе с подлещик ну подлещик не уходит он на точке остается но окуни тоже проскакивают вот так последний заброс я думаю тут подождать надо секунд 15 доставим рыбку и сворачиваем взвесим ее весы с собой есть ради интереса посмотрим сколько словили сейчас где-то пол первого дня ну поздно еще приехали покуда доехали дорога ужасная в некоторых местах даже колеса вывешивались то есть на трех колесах ехали дорога жесть просто как сюда люди заезжают осенью весной когда все это слякоти в грязи раз дороги эти разбиты не знаю пошел 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 давай давай да ты там вершина верно все достаем рыбу сворачиваемся и достанем садок потом голову перекинем голову взвешивали весит сто тридцать пять сто сто пятьдесят грамм если округлить бог с ним сто пятьдесят грамм взвесим сколько рыбка весит и и нету бог с ним оторвалась все сворачиваем все ребят достаем улов он денис уже тащит сложились прибрались доставая его наверх он ручки в садке есть нифига себе налупили неплохо так лажи сюда вот на травочку дофига да так пошло все так сейчас взвешиваем ну садок округлим сто пятьдесят грамм пускай будет меньше весит но бог с ним пять пятьсот пятьдесят пять пятьсот вот ребята пять пятьсот часа еще нету и мы начали ловить так часов наверно пол восьмого с восьми пять пятьсот сделали маленькую фотосессию сейчас отпускаем рыбку пускай плывет ну одна уже сама отпустилась смотри не вбухась ты сегодня увалился одной ногой обрыв здесь такой высокий достаточно метра полтора ну нормально кто своим ходом сейчас не дернет те оклемаются мы их в длинном садке держали все ребятки не забываем подписываться на канал ставить лайки и до встречи на новых водоемах всем пока пока